Дорогие зрители, дорогие подписчики, всем здравствуйте, меня зовут Павел Брыкин. Сегодня уникальное видео, я нахожусь на Памире, это граница между Таджикистаном и Афганистаном. Вот эта река разделяет два государства. Сейчас январь 2023 года, на улице минус 10 градусов, довольно тепло. Это не сибирские морозы и даже не московские. Вот мой автомобиль, на котором я собираюсь пересечь расстояние примерно 250 километров от населенного пункта Дарваз в Таджикистане, до которого есть асфальт из Душанбе, до населенного пункта Харок, где асфальта нет. Дорога здесь выглядит примерно следующим образом. Я постараюсь все это задокументировать, чтобы было понятно, можно ли проехать на легковом автомобиле зимой, один из самых красивых участков Памирского тракта или нельзя. Посмотрим. Вот видите, да, местами попадаются куски асфальта. Видимо, еще со времен Советского Союза какие-то тут куски остались, которые соединяют между собой деревни. Но это счастье быстро заканчивается. Сейчас скорость 40 километров в час. Местные, конечно, тут ездят быстрее, но у них и машины другие. Сейчас вот нас обгонит автомобиль, и вы это увидите. Сейчас я специально ему уступлю дорогу, чтобы он нас обогнал. Вот видите, на каких машинах здесь ездят местные. Конечно же, на внедорожнике скорость совсем другая. Но я вам хочу сказать, что сегодня в гостинице я пытался найти такси на эти 250 километров. И ко мне приехала машина легковая с двумя водителями, которые сказали, без проблем доедем на легковой машине. Конечно же, это странно. Попросили они 400 долларов туда-обратно. Чтобы вы понимали, 400 долларов это расстояние один день туда, один обратно. 250 километров. 400 долларов. Вот он. Тут еще асфальт, кстати, вообще все отлично. Замечательная дорога. Даже 45 я уже разогнался. Вот местный быт. Я вам вклею фотографию этого магазина, который мы только что проехали. Я ночью мимо проезжал. Он выглядел как кислотная дискотека. Деревня. Дети друг с другом сами водятся. Дорога, конечно, очень красивая. Жалко, что у Таджикистана нет денег или возможностей, или желания сделать здесь хороший асфальт и зарабатывать огромные деньги на туристическом потоке. Я много где был, много чего видел в разных странах, на всех пяти континентах. Однозначно, эта дорога одна из самых красивых, по которым я ездил. Вне всякого сомнения. Здесь есть почти все три удовольствия природы. Горы. Причем такие скалы. Очень колоритные. Река Пянш. Слева Таджикистан. Справа Афганистан. Потрясающее место. Шикарные ледники. И даже гостиницы. Вот специально хочу вам показать дорогу на стороне Афганистана. Видите, да, вдоль реки идет дорога. А теперь поднимемся немного выше. И вот видно полоску, еще одна дорога идет. А вот так выглядит эта скала. Казалось бы, какие тут могут быть дороги? А нет. У афганцев их аж две. Сейчас попробую поближе снять. Вот первый наиболее такой неприятный участок. Через дорогу течет ручей. Преодолевается, в принципе, не сложно. Конечно, гораздо спокойнее здесь ехать днем. Вот она, чудесная ночная трасса. Памирский тракт. Скорость движения 6 километров в час. Легковой автомобиль Kia Rio. Прекрасный ручеек бежит. Сейчас проеду, выйду из машины, покажу вам с фонариком. Прекрасные дороги на Памире. Граница Таджикистана и Афганистана. И вот она, чудесная дорога. Вот мой автомобиль. А вот эта красота. Вот у нас ручей. Чистейший. Стекает в гор. Вот пропасть. Называется «Добро пожаловать на Памир». Ну что, я думаю, конечно, совершенно очевидно, что дальше ехать нет никакого смысла. Сейчас попробую вернуться до асфальта. Не помню, как называется деревня. Ехать 14 километров обратно. Ну и утром попробуем найти какую-нибудь машину. Повыше, потяжелее. И попробуем все-таки добраться до самых красивых видов Памирского тракта. Вот обратите внимание, здесь есть вот такие знаки о том, что горы в Таджикистане заминированы. Гулять по ним не стоит. Дорога на стороне Афганистана. Сошел снег. Движение остановилось. Люди вручную разгребают завалы. Стоит грузовик, ждет, пока дорогу прочистят. За первый час пути проехал примерно 20 километров. Грунтовка, местами асфальт. В принципе, на легковой машине можно ехать. Медленно, но это возможно. Берегите подвеску и добро пожаловать на Памирский тракт. Отъехал 45 километров от начала маршрута. Слева скала, внизу обрыв, река. Виды, конечно, здесь потрясающие. Вот слышна молитва со стороны Афганистана. Местное время 12.40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Боже ты мой, какая же это красота Здесь, можно сказать, магистраль Очень широкая дорога Отъехали 60 километров от старта За три часа прошли это расстояние Субтитры сделал DimaTorzok Да, вот он настоящий померзкий тракт Узенькая тропинка Которые навстречу друг другу пробиваются машины Проехал 70 километров от старта Вот такой вот отличный кусок асфальта встретил По мере И вот снова, пожалуйста, великолепный асфальт Можно даже как следует разогнаться Сейчас скорость 55, может и 60 Может и больше 65 Дальше разгоняться не будем Время в пути 3,5 часа 70 километров пройдено Кажется, какой-то затор Грузовики стоят на дороге Проехали 78,5 километров Сейчас пойдем Посмотрим, что там происходит Да, произошел завал дороги Причем довольно серьезный завал Как видите Вот она реальность Памира, друзья Робилась порода Тяжелая механика Тяжелая механика Прошло 4 часа 4 часа с момента перекрытия дороги Наконец-то ее, если так можно выразиться Разгребли Господи, боже ты мой Проезжаем по краю пропасти Просто кошмар Просто ужас В это трудно поверить Но после того, как разгребли завалы Начался асфальт Абсолютно прекрасная дорога Дальше двигаемся по темноте Нам еще ехать Примерно 150 километров Гугл-карты показывают Ехать всего 4,5 часа Раньше До того, как была завалена Трасса Мы ехали С средней скоростью 20 километров в час А здесь получается У нас Средняя скорость Вырастет в два раза До 40 километров в час Посмотрим Ну, как обычно Наиболее опасные участки Какие-то неприятные Буду снимать Да, еще хочу вам рассказать Что, когда преодолевали Вот этот перекрытый участок Попался впервые За время поездки В Таджикистан Очень агрессивный местный житель Которое Раздражение у него вызвало То, что я снимал На мобильный телефон Проезд мимо экскаватора Он потребовал удалить видео Или отказался пропустить дальше Ну, знаете, когда у вас Справа пропасть Слева экскаватор Толпа каких-то непонятных Незнакомых людей На границе с Афганистаном То проще, конечно Пойти навстречу Агрессивному человеку Видео Удалить Вот, обратите внимание В темноте идут пограничники Вот так Люди с автоматами Патрулируют границу Хорошо, что темно Я думаю, что если бы было светло И я бы их снимал Возможно, у них бы это тоже Вызвало агрессию Проехав 95 километров В сторону этого прекрасного поселка Под названием Харок Я уперся в очередной Перекрытый участок дороги И решил Развернуться от греха подальше Сейчас я вам показываю Фрагмент трассы Которую местные Жители Таджикистана Называют Отличной дорогой Вот посмотрите на эту Отличную дорогу Несколько раз переспросил Как там вообще Дорога дальше Хорошая Да отличная дорога Брат, езжай Все нормалек Ну и собственно Картина маслом Возвращаюсь обратно К точке старта Памир прекрасен Памир ужасен Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok